В окрестностях деревни Гиблянки, расположенной в Советском районе, нашу программу «Законный интерес» привлек вот этот огороженный забором объект, а именно сибириязвенный скотомогильник. Он один из первых 18 скотомогильников, обустроенных на территории 12 районов за счет областного бюджета. Деньги выделены в соответствии с законом, который депутаты законодательного собрания Кировской области приняли два года назад в отношении содержания и обустройства бесхозяйных скотомогильников. Насколько называется очень просто. Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области отдельными государственными полномочиями области по защите населения от болезней общей для человека и животных. События, особенно на Дальнем Востоке этого года, когда огромное количество скотомогильников и ям биотемических было затоплено водой, размыло и вымыло, в том числе и скотомогильники, в которых было в свое время захоронен скот от сибирской язвы. Эти события Дальневосточные, они как раз еще больше, так сказать, обостряют внимание к этой проблеме, в том числе и в нашей Кировской области. У нас это связано, в первую очередь, с тем, что в связи с, так сказать, прохлятым реформой 90-х годов, значительное количество хозяйств распалось, значительное количество скотомогильников осталось бесхозными. В Советском районе, к примеру, из 27 стоящих на учете скотомогильников оказалось 19 бесхозяйных и 8 сибири язвенных. В рамках реализации закона... Уже обустроено два скотомогильника, на эти цели выделено из областного бюджета 245 тысяч. Но у нас прошел еще аукцион по четырем скотомогильникам, выделено дополнительно миллион 46 тысяч. И до конца года будут еще обустроены четыре скотомогильника бесхозные. В районе всего бесхозных у нас 19 скотомогильников. Это наша территория, мы здесь живем, значит, и в первую очередь мы должны тоже беспокоиться о благополучии территории, значит, населения. Болезнь общая для человека и животных, так что мы должны принять все меры, чтобы ее предотвратить. Когда проводилось обустройство вот этого скотомогильника, местные жители сюда подходили, интересовались, спрашивали, что здесь делается, какие работы проводятся. То есть понимание есть со стороны местной администрации, то есть глава администрации поселения принимал участие. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы безопасность была, и в том числе и биологическая. А цифры действительно тревожные. Из 606 скотомогильников, зарегистрированных на территории Кировской области, более 250 не имеют собственников. И примерно столько же уже не действует. Причем среди них, в наследство от прежних времен, осталось 67 сибириязвенных могильников. Спору сибирской язвы сохраняет свою жизнеспособность, в том числе в земле, более 100 лет. Поэтому территории скотомогильников являются потенциально опасными. И, конечно, учитывая динамику развития животноводства Кировской области, мы обязаны обеспечить ветеринарное благополучие не только отрасль животноводства, но и обеспечить здоровье населения, которое проживает на территории Кировской области. Даже дождевой червь может вынести споры сибирской язвы на поверхность. Весенний период скотомогильники могут быть размыты талыми водами. Поэтому в радиусе одного километра санитарно-защитной зоны запрещена любая застройка, отвод земельных участков, подстроительство жилья и ведение личного подсобного хозяйства. Однако порой люди все же не ведают, что творят. У нас же есть, будем называть даже актами вандализма, что подобное сооружение ломается, расхищается, используется в личных целях, если деревянная конструкция, то там сжигается в качестве отопления. Конечно, люди просто не понимают, во-первых, что они делают, во-вторых, что отступая за черту охранной зоны сибироязвенного скотомогильника, они подвергают не только собственную жизнь опасности, но они подвергают опасности жизни своего семейства и поселения, где они живут. Поэтому, конечно, мы должны отметить то, что сделано, но и, если так говорить о работе закона, то в какой-то перспективе с могильниками навести дело до конца. Реализация закона идет непросто. Есть и субъективные, и объективные причины. Большая часть скотомогильников находится на территории лесного фонда земель сельхозназначения, муниципальных земель, земель поселений. И основной целью нашей работы является не только обустройство, но и выделение этих земельных участков, определение границ, отнесение вот этих территорий скотомогильников к землям сельхозназначения. В 2013 году планируется обустроить еще 27 скотомогильников на сумму более 8 миллионов рублей. Задача, конечно, предстоит очень большая. И я думаю, что в бюджете на будущий год, на последующее финансирование оно должно оставаться. Мы вынесем данный вопрос о скотомогильниках на заседании аграрного комитета, рассмотрим. Ну и, соответственно, будем ставить вопросы перед правительством Кировской области, чтобы эту проблему обозначить более серьезно. Тут не бог весть какие деньги, но за этим стоит здоровье человека. Кировская область одна из немногих проводит работу по обустройству безхозяйных скотомогильников. Закон был инициирован и разработан совместно Департаментом сельского хозяйства и областным управлением ветеринарии. Попутно отметим, что ветеринарная служба Вятской губернии появилась 147 лет назад, когда четыре земских ветеринарных врача приехали в губернию усмирять бушевавшую эпизоотию сибирской язвы. И, возможно, в этом отношении иранскому району повезло больше, чем другим районам области, поскольку здесь, по крайней мере, нет в Сибири язвенных захоронений. Хотя на учете в иранской станции по борьбе с болезнями животных стоит 18 скотомогильников, из которых четыре безхозяйных. И в рамках реализации закона обустроен пока один из них – близ деревни Побекмур. Даже наличие средств, которые выделяются муниципалитетом, не обеспечивающих эту реальную безопасность территории, потому что в Штатах нет для этого компетентных людей, которыми должны заниматься. Конечно, есть территориальные службы ветнодзора, но у них только, понимаете, контрольная функция. А субъект, как муниципалитет, он не сможет реально справиться с теми задачами, которые изложены в законодательстве, как в федеральном, так и местном. А дальше главная цель – обеспечить безопасность территории и людей. Она не достигнет ни сегодня, ни в ближайшем еще год, два на него решена. Если муниципалитетам на сегодняшний день полномочия в этой части переданы, то есть мы их, как видите, вот это у нас первая ласточка на иранской земле, да, мы их исполняем, ресурс областной на сегодняшний день, в принципе, достаточен, имеется в виду финансовый. Определенные, конечно, проблемы у муниципалитетов есть. По дальнейшему содержанию помощи от области необходимо и от ветеринарных служб. После инвентаризации скотомогильников и проведения бактериологического исследования останков захороненных животных в отношении тех скотомогильников, которые не представляют опасности и не имеют хозяев, Вот рассматривается вопрос о последующей дезинфекции территории скотомогильника, дальше уже о закрытии, консервации. И в любом случае, конечно, эти захоронения, они у нас останутся на учете. Вполне возможно, что есть таковые, о которых мы еще не знаем. Поэтому, кто располагает информацию о местах захоронений, просим обращаться в государственную службу, чтобы предупредить распространение особо опасной болезни. И, конечно, люди должны обходить подобные объекты стороной. Даже если они не обозначены как сибири-язвенные. Согласно ветеринарно-санитарных правил, аншлаг на данных скотомогильниках не вывешивается. Просто идет забор сплошной высотой 2 метра. И, чтобы не привлекать людей, необходимо, чтобы они были примерно в таком исполнении. Чтобы не проводились никакие там землеройные работы, движения, техники не было там, свалки, мусора не устроены. В принципе, огорожены, обозначена зона. Кому нужно, эта зона известна, что она из себя представляет. То, что мы делаем сегодня, пусть только первые шаги, но в любом случае это вперед. На региональном уровне для решения проблемы без хозяина скотомогильников ведется работа по оформлению кадастровых паспортов и свидетельств о государственной регистрации на право собственности Кировской области. Подготовлены документы по участкам, расположенным на землях лесного фонда, для рассмотрения в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Все это поможет органам местного самоуправления реализовать полномочия по обустройству и содержанию скотомогильников в соответствии с законом.